Хлеб кидал, и здесь рыба всплывала хлебу, ела хлеб. Много было кружков. А сейчас хлеб кидал, ни одной рыбешки не всплывет, никого нет. Весной, рассказывают жители деревни Побычнево Ковровского района, в реке Нарамша исчезла рыба. Пропали и животные, которые селились вдоль реки. Это место люди считали чуть ли не заповедным. Живности рядом с рекой всегда было много, и людей и звери не боялись. А главное, раньше здесь было чисто. Свободно вот здесь плавали андаторы. Бобры со своими ребятками. Исчезновение животных местные жители связывают с загрязнением реки. Недавно они обнаружили, что поверхность Нарамши вдруг стала белой. Это было визуально видно. Шла белая пыль. Впрочем, проблемы с рекой начались уже давно. Обращались в местные надзорные органы, но там им посоветовали самим взять пробы воды и сдать на анализ. Кто конкретно загрязняет реку, сказать трудно. По одной из версий, вода стала хуже после того, как на ткацкой фабрике в поселке имени Карломаркса Камешковского района заработал цех по отбеливанию марли. В Росприроднадзоре в последний раз фабрику проверяли год назад, и тогда нарушений не нашли. А потом предприятие сменило форму организации. И перешло видение департамента природопользования Владимирской области. Они были в нашем перечне контролируемых предприятий. И последняя проверка была проведена в 2014 году, когда был выявлен тот факт, что они переименовались. Кстати, именно в 2014 году при проведении проверки было выявлено, что сброса в водный объект непосредственно это юридическое лицо не имеет. А куда же деваются стоки с фабрики? Не на камеру руководство предприятий рассказало, что у них есть договор на транспортировку стоков. Все они попадают в очистные сооружения и вред реке не причиняют. А живность, по словам фабрикантов, исчезла потому, что речка высыхает. Однако в интернете можно найти любительское видео, которое совсем не вяжется с таким объяснением. Жителю поселка зафиксировали, как в наром шустекает белая вода. А вот она и белая штука. А смотрите, цвет какой. Вот та самая белая штука, про которую говорили. Ну смотрите, там чистая река. Да, да, да. Это вот, наверное, в фабрике, оно в общую канализацию. А здесь часть сюда и часть сюда. Нашей съемочной группе удалось увидеть еще один сток. Находится он в 15 минутах ходьбы через заросли у деревни Побочнево. Кто отвечает за этот сток, нам узнать не удалось. Как говорят старожилы, в наром шусливают сточные воды коммунальное предприятие поселка Малыгина. По прибытии на место вода шла из трубы бурным потоком, а в следующую минуту почти перестала течь. Как будто те, кто опускает и поднимает заслонку, узнали, что приехали телевизионщики. Буквально 5 минут назад поток воды из трубы шел сильный. И вот буквально на глазах поток прекращает свой сток. Дальше где-то воду прикрыли. Во Владимирской природоохранной прокуратуре и Росприроднадзоре нам обещали разобраться с ситуацией и выяснить, кто загрязняет реку. И может быть тогда сюда вернется жизнь. Наши обращения, деревни Побышнево, жители нашей деревни, мы просим воспринимать как устное обращение и заявление к природоохранному прокурору города Владимира. В нашу прокуратуру я не считаю даже возможным обращаться, потому что предприятия это местные. Честно сказать, я не вижу в этом смысла. Василий Косенко, Евгений Токарев, Александр Мажаров, 6 канал.